Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Только самые интересные и обсуждаемые новости к этой минуте. С вами Аделя Шамилова. Итак, поехали. На шаг ближе. Институт психологии и образования открыл двери гостям из Москвы. День памяти Цветаевой продолжается. В Елабуге вручают литературную премию имени поэта Серебряного века. Рита, верни камеру. Пользователи Пикабо ополчились на девушку, не на шутку. С 4 сентября в честь 125-летия сотня рождения Марины Цветаевой в Елабуге проходит День памяти и вручение внеочередной литературной премии имени поэта Серебряного века. Подробности осмотри в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета 4 и 5 сентября объявили имена лауреатов Цветаевской премии. В городе состоялась церемония вручения внеочередной восьмой литературной премии имени Марины Цветаевой. Она очень точно определила творчество, очень точно. Закон звезды и формула цветка. Казалось, звезда. Не может быть никаких законов. Это звезда. Закон звезды и цветок. Он такой красив, у него есть формула. Вот это поразительный человек. Такие эмоции, такое обнажение. В этом году лауреатов определяли по двум номинациям. Цветаевский мемориал и исполнительское мастерство. Я делаю это не за награды. И делала всегда. И буду делать. Как и бабушки. Никаких наград в семье нет. И, честно говоря, я обещаю, что я буду помогать дальше. Что после меня все останется. Архивы я не увезу с собой в Америку. Они все останутся здесь, на родине. И все уйдут на музей. Почетным серебряным орденом общественного признания наградили ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова за большой вклад в развитие отечественной науки, образований и культуры. Аурелия Сташкова, Айдар Салихов, Универньюз. Казанский федеральный вновь принимает гостей. 5 сентября Институт психологии и образования КАФУ посетил ректор Московского государственного университета. 5 сентября Казанский федеральный университет посетила делегация Московского педагогического государственного университета во главе с ректором Алексеем Лубковым. Основной целью визита стал Институт психологии и образования Казанского федерального. Гостям был представлен Центр педагогической магистратуры, классы практической педагогики и психологии, предметные учебные классы с лабораторным оборудованием по физике, химии, математике и искусству. Ректором Московского педагогического государственного университета было отмечено, что они хотят обменяться опытом и возможностями двух старейших университетов. Здесь сосредоточено такое и богатство оборудования, но самое главное это наши преподаватели, ваши студенты. Сюда надо приезжать, здесь есть чем поучиться. Я обязательно, вот мы уже проговорили с вашим руководством, буду просить о том, чтобы наши преподаватели, наши профессуры, возможно и аспиранты сюда приезжали, смотрели, не только в качестве вот такого ознакомительного момента, но и самое главное для того, чтобы повышать квалификацию. После визита в Институт психологии и образования КФУ состоялась личная встреча Ильшата Гафурова и Алексея Лубкова. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз. Исследования научных сотрудников Казанского университета продолжают вызывать всплеск интереса у зарубежных ученых. На этот раз среди иностранных коллег смог отличиться молодой сотрудник Института физики, представив самые высокоточные и неуязвимые системы связи. По какой причине исследование взбудоражило научную общественность, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Ни для кого не секрет, что работа спутников просто потеряет свой смысл без спутниковых систем связи. Но они достаточно уязвимы, поскольку спутники можно сбить, отключить или заблокировать. В отличие, например, от метеорных систем, которые могут пережить даже ядерный взрыв. Метеорные частицы будут лететь на Землю всегда, им невозможно помешать. Это значит, что метеорные радиоканалы будут существовать в любом случае. В России существует всего две мощные группы, которые занимаются метеорными проблемами и построением метеорных радиосистем. Одна из них в Казанском университете, другая в Харькове. Сегодня уникальные разработки казанских ученых смогут позволить создать систему синхронизации пунктов связи с наносекундной точностью. Дело в том, что в атмосферу Земли постоянно, периодически, ежесекундно, и этот процесс нельзя остановить, вторгаются космические пылинки. Так, эти пылинки влетают в атмосферу Земли на огромных скоростях, это примерно от 12 до 70 км в секунду. И они, влетая в атмосферу, вызывают такой ионизованный столб, как след от реактивного самолета. И вот этот вот след, когда он находится на высоте примерно 90-100 км, если на него подать сигнал и звучить, то он ретранслирует его в точку приема. И эти две точки приема могут быть разнесены на поверхности Земли на расстоянии до 2000 км. Кроме того, метеорная связь очень нужна в полярных районах. Там работу спутников блокируют атмосферные условия, которые происходят под воздействием магнитных аномалий, таких как северное сияние. К этим районам сейчас интерес огромен, ведь там обнаружены огромные запасы нефти. Однако за рубежом не существует ни одной научной публикации, которая затрагивала бы проблему невзаимности метеорного распространения радиосигнала. Исследование нашего ученого детально описывает тонкие эффекты, которые необходимо учитывать при построении сверхточных систем синхронизации шкал времени. Проблема метеоров, она ведь очень комплексная и очень сложная. Здесь нужно учитывать как астрономические условия притока метеорных частичек, которые образуются кометами, астероидами и прочими космическими объектами при их разрушении. То есть здесь и астрономия, здесь и физика взаимодействия, и сгорания этих метеоров в атмосфере Земли. Это и физика атмосферы в том числе, какие процессы, какие ветра действуют на след. Теперь, если только позволят финансирование, то нашим ученым потребуется всего 5 лет для того, чтобы воссоздать метеорную синхронизацию и на ее основе сделать метеорную криптографию. Такая криптография нужна для военных систем обнаружения, оповещения и наведения. Но данные системы должны быть абсолютно защищены от взлома. Дело в том, что траектория распространения радиоволны непредсказуема. Доказано, что этой непредсказуемой последовательностью реально даже закодировать передаваемую информацию. Так что перед астрономами и физиками КФУ стоит весьма глобальная и ответственная задача – научиться обновлять ключи шифрования, которые генерирует фактически сама природа. И если задуманное действительно осуществится, то новый всплеск интереса ученых со всего мира к Казанскому университету обеспечен. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Ажиотаж у пользователей интернета вызвала история Дмитрия из Новосибирска. Молодой человек одолжил камеру подруге и безуспешно пытался вернуть фотоаппарат в течение года. Отдала ли камеру Рита или история обретет новые обороты? Узнаем в нашем следующем сюжете. Рита, верни камеру. Эта цитата буквально за несколько дней набрала огромную популярность среди пользователей известной социальной сети Пикабу. История началась просто. Парень по доброте душевной одолжил свою камеру знакомой, но так и не получил ее назад. Переписка длилась с августом 2016 года, а закончилась только в сентябре 2017. Однако общение длиной в год все равно не помогло парню вернуть свою камеру. Возможно, изначально у Риты не было в планах возвращать технику. У нее на это было много причин. То вино разлила, то рассеянная подружка забыла забрать. Или вообще в сервисном центру камеру чинили аж полгода. В итоге Рита просто перестала выходить на связь. Через 4 месяца я уже понимал, что случилось. Но терпение мое иссякло, когда мне сказали приблизительно следующую фразу. Написали. Денег нет. А, Дима, я тебе верну деньги, когда деньги будут. Денег нет. И не написывай мне каждый день. Это после того, когда у нас крайний срок денег, там чуть ли был не в мае. Пользователи интернета очень задела эта история. За 5 дней в сети появилось множество мемов про Риту и камеру. Так получилось, что благодаря этой истории очень много людей вернули свои деньги. То есть прямо на пикабу там люди отписываются, что буквально скидывали этот пост должникам. И все. И деньги возвращали. Но несмотря на это, были и другие случаи. Люди рассказывали, что некоторым должны по 200 тысяч, по 500 тысяч. Были такие-то дикие случаи, которые, к сожалению, не решаются. На этом история не закончилась. На своей странице в соцсети Рита выложила видео, как она упаковывает камеру. Однако неизвестно, дойдет ли фотоаппарат до своего владельца, или Дмитрий так и не увидит его. Веста Земского, Олея Чебтарева, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Будь в теме событий вместе с Универ Ньюз и следи за нами в социальных сетях. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok